так наелась мне сейчас вот спать лечь но вы просили все эфир поэтому я выслал эфир наталичка моя сейчас подождите я возьму иди доченька моя доченька вот она вот волосы распустил как самочувствие твоим все спасибо хорошо намного лучше а вот моя доченька это моя доченька ты моя доча мне кажется я ее зовут не не шаня а доченька она моя дочь не водите какой она хорошая но все говорят что мы похожи думай дочь мой доченька нужно доченьку отвлекается на доченьку потому что мамина дочь мамина мамина солнышко только сейчас рассказала что рассказывали привет здесь хорошее что-то короче это моя дочь все вот это все просто мой дочь вот видите какой на колесе скажите честно мы похожи санечка похожи на маму ой 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 птичка на жердочке птичка на жердочке дочку хотите нет у меня вот дочь видите какой она чудесная это же просто мечта она моя доченька мамина доченьку моя собака какая-то мусоренка мусоренка на экране но я не знаю нам сейчас почти пять месяцев я не знаю что там из нее вырастет мне уже все равно мне главное чтоб она была моя доченька моя любовь моя дочь это чихуахуа моя собака моя собака моя собака представляете как я люблю просто доча мою доченька так конечно нельзя мне так делать я буду чесаться ты моя дочь ты моя дочь ты доченька мамина кто мамина доченька вот видите как она хвостиком виляет когда я так говорю то мамина доченька доченька мамина мамина доченька мамина солнышко с маской дочь моя дочь моя ты моё солнышко ты моя радость. Я хотела выйти без маски, но клянусь. Вот в зеркало смотрю, все хорошо. Включая камеру, нос большой. Ну, блядь, ну правда он не такой большой. Не знаю, реально увеличивает камеру. Вот с кем не разговаривала? Все говорят, что всех увеличивает камера фронтальная. Дочь моя. Дочь моя. Доченька. Солнышко мое. Солнышко мое. Моя собака. Моя собака. Моя любовь. Она не лает. Представляете, моя собака не лает. Она не умеет кого-то. Моя тишечка не лает. Тишечка не лает моя. Она моя доченька. Саня. Мамина доча. Доча мамина. У нас с рождения 19 19 Не помню, чего. Она улыбается? Санечка, ты улыбайся, моя доча. Доченька моя. Мамина доченька. Моя любовь. Моя любовь. Моя собака. Так, если нам было Мы забрали ее В июне Нам было 3 В июле нам было 4 В августе нам будет 5 19 марта, да, спасибо. Вот смотрите, она Вот видите, я ее только беру И она всегда спит у меня Доченьку Доча Доченька моя Мама тебя когда-нибудь съест Мама тебя когда-нибудь съест Просто съест тебя, мама Потому что ты Для невозможности Моя доченька Да, мой мама Мамина девочка Мамина собака Посмотрите, какая она любовь Вот эфиры дома Теперь вот такие вот Мне вам нечего рассказать Я просто могу вам сказать Что у меня есть такая собака Я ее очень люблю Она моя Собочка моя Любимая Все, какой шампунь Да, разные Я же говорила Вот вчера мыла Натур с Сибирькой Позавчера Давом Остатками Этот Декорс какой-то Три шампуня А где она спит Она спит в своем загончике На первом этаже Дома В кровати Нам ее категорически нельзя Я не против Как бы я бы спала Но у нас очень высокая кровать Она просто упадет Она просто захочет пописать Спрыгнуть Вот Она просто упадет И себя что-нибудь сломает Поэтому нам категорически нельзя В комнате ставить манежек Тоже нельзя Потому что когда комната закрыта Маленькое помещение Все равно запах собаки Так настоит Я начну чихать А когда вот здесь На первом этаже Все проветривается Я вообще не чувствую ничего Вообще собачку не чувствую Это не пуптики Только випендол Только с твоим випендол А с каким за С F3 Или нот випенд Который Костюмчики Купили кукли Нет Муж сказал Не сдеваться С собак Хотя видел Прекрасное черное платье Уже красивое Так Крис Как будто с длинными волосами Твоя красота Трясется Че Крис Как будто с длинными волосами Твоя красота Теряется А Теряется Да нет Как пришла Где ее завести Ну и Приезжала вот Алена Кстати Меня спросили Кто мне ближе Алена или Маша Ну Алена Она более спокойная Вот И вот как раз Приезжала Алена У нее собачка Кнопа И в очередной раз Муж Очень прям Проявил любовь Кнопе И Немножко был выпивший И такой говорит Вот такую мне надо Собаку Я понял Принял Будет такая собака И вот у нас Такая собака Теперь Такая собака У нас Такая собака Дотенька моя Дотенька Солнышко моё Так Дом свой В ипотеке Нет Свой Как цена Относится К собачке Ну Хотелось бы Лучше Сначала он ее Очень любил А теперь он Почувствовал Что Она его Полностью Сестра И он Издевается Иногда Над ней Вот А водой Польет Тут тресет Ее Куда-нибудь Несет Да У меня были Роды Естественные Как Маша Нлёша Нормальный Парень Эпидуралку Мне не Делали У вас Аллергия была На кошку Кошку Поэтому Отдали У меня На собаку Аллергия Но не такая Сильная Видите Вот я Синсизую И всё Холясо Главное Чтобы она Меня не Облизывала В лицо Там В глаза Она у меня Очень воспитанная Я говорю Нельзя маму Лизать Маму Нельзя Лизать И она Не лизит И она Не лизит Ну В шерсть Мне конечно Тоже Вот то Что я сейчас Делаю Это Ну Не вот Хорошо Мне в идеале Потом Помыться Надо Извините А почему Не делали А потому Что уже Было Поздно Никто Не верил Что я Могу Так быстро Начать Рожать Мне Говорили Нет Нет Типа Она Не рожает Это тебе Кажется Шанечка Можно вытащить Лапочку С маминого Топитька Спасибо Вот видите Сейчас Немножко Почесываюсь Потому что Это Долго Сидела С ней Вот И короче Уже Было Поздно Ставить Хочется Что-то Сесть Сейчас Видите Чуть Стало Почесываться Ну короче У меня есть Так Аллерген Не сильно Ты банан Не будешь Короче Было Бессмысленно Уже Ставить Поэтому Я Терпела Ты моя Дуся Моя Любовь Моя Дуся Моя Любовь Мамина Собака Ты Мамина Собака Ты Мамина Дуся Ты Мамина Девочка Тимамина Собака Тимамина Собака Поцелуй Мама Мама Целуй Мносик Вот так Муха летает Так Нет Мне не надо Дочка У меня Вот собака Я вот Закрыла Гешталь С дочкой Я выбрала Характер Который Мне нужен Это точно Девочка Все Мне все Устраивает Что ты Трещешься Вся Что Не так Что Не так Моя Дочь Моя Дочь Моя Дочь Моя Собака Моя Любовь Моя Собака Сейчас Корм Кормили Как это Фармина И у нее Стала Портиться Шерсть Я не знаю С чем Это связано Короче Этот Заводчик Кормил Роял Канином Голубым Ну Когда Мы забрали Он сказал Ну Лучше Привезти На что Ни Пожирнее Типа Покачественнее Вот Типа Заводчик Не может Так кормить Потому что Типа Дорого Это у него Очень много Собак Вот И Шань Ты мне Что делаешь И в общем Мы перешли На вот эту Фармина И мне Показалось Что как раз Вот с Этой Фармины Стала Как будто Белеть Подшерсток То есть У нее Вот здесь Все Вот так Вот побелело Вот так Вот побелело На хвостике Побелело И я не знаю С чем Это связано Я И И она Стала Плохо Есть Этот Корм Короче Ей все Не нравилось И я вернула Обратно Вот этот Роял Канин Папе Голубой И все И все Хорошо Как бы Он Он Она Моя 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 И в общем Мы вернулись На этот Корм Она С удовольствием Ты что Совсем С удовольствием Нет Нет Ни в коем Случай Банан Тебе Нельзя Собачка Стоит 60 тысяч Рублей Извините 60 тысяч Рублей Подвеску С серьгами Это Ванклиф Это Оригинальный Ванклиф А то Начнете Сейчас Я заказывала Через Байера Когда еще Не так сильно Лупили цены И так далее Очень давно Сегодня Ничего Не готовила В августе Отдыхать Не едем На какой-то Состав Или добавку Что это такое Не понимаю Нет У нас Обычный Корм Я не знаю На что Это Короче И В ветеринарке Мне сказали Что На корм Такого Типа Якобы Быть Не может И Это Якобы У нее Такая Генетика Разговаривала С Заводчиком Мне сказали Что Ну Вы уже Забирали Видели Что Она Вся Шоколадная Была Там Как бы Мы Забрали В три Месяца Ничего Не было То есть Очень Странно Что В какой-то Момент Что-то Стало Меняться Вот Непонятно То ли Это Реальная Генетика Конечно Я любить Уменьше Из-за Этого Не стану Ни в коем Случа Это Моя Душа Моя Любовь Моя Забака Вот Но Непонятно Вот Мы сейчас Вернули И Все Реснички Хорошие Они Уже Знаешь Это Немножечко Выпадают Это А У меня Брови Кстати Видите Вот Ну да Конечно 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 К маме Ой Ой Нет Нет Шаня Мы Маму Не Лежим Там Вам Приезжает К вам Гости Нет Не Приезжает На Корм Может Насколько Я Извините Жил Я Тоже На Форумах Читала Именно Поэтому Я Решила Что Это На Корм Что Бывает Что Светлеет Шерсть Как Тоже Три Года На Роял Кане Ничего Другого Не Подходит Ну Значит Вот Так Надо Ты Такой Теперь А Кефир У тебя Мудрить Коги Мудрить Коги Мудрить Коги Мудрить Так Си Синили Маме Тоже Привет Так Рада Видеть Тебя Спасибо Крис Обкупала Шпица Акрас Был Один А потом Чем Старше Стоит Менялся Сейчас Она Рыженькая Поэтому Может Быть Генетиком Ну Значит Ничего Страшного Короче Это Вообще Не Критично Для Меня Абсолютно Ближе Поставлю Это у меня Как будто Слепая Стала Кристин Ты оценила бы Это Если парень Пропал Не писал Неделю Потом встретила В аэропорту Без цветов Оценила бы Конечно Сказала бы Гондон Ты Чувак Гуляй Гуляй Отсюда Брови Я делала Коррекцию Мультипу Тоже Меня Цвет Могу Цветлеть Короче Непонятно Папа У нее Прям Вот Такой Прям Прям Шоколадный Шоколад Непонятно Ну Короче Это просто Я к слову Рассказала На самом деле Мне еще Пофигу Это чудесная Собака У нее Потрясающий Характер Сижу Как Свинья Чудесная Собака Чудесная Собака То что Маша Подарилась Ты парню Вы свое Мнение Не сказали Или вы Не лезете Нет Я вообще Не лезу Мне это Никак Не касается Мне это Не интересно У меня что Своей жизни Нету Из Сфицин Я купила Но не пользовалась Честно скажу Сейчас я дожую Уже Чтоб я Не жевала Всем привет С волосами Никаких Порцедур Не делала Нет Все мое Вчера Только Постригла И Сделала Полировку Что-то Сегодня Кушала Вкусно Я сегодня Кушала Ничего Вкусного Я сегодня Ела Два Тоста С Плавленым Сыром И обычным Сыром Сверху И меня Безумно Обожаю Это очень Вкусно В обед Ела Суп И то Тоже Самая История Где ваш Муж Работает А вам Зачем Эта Информация Как тебе Парень Маша Парень Как парень Добрый Адекватный Ты как будто К Маше Плохо Отноишься А ты как будто Что-то Понимаешь В этом Во-первых К чему вы Ко мне На ты Обращаетесь Когда вы Говариваете Своё Какое-то Мнение Не можете Мне тыкать Не можете Ко мне Тыкать Я позволяю К себе Обращаться На ты Только людям Которые Хотят Сказать Что-то Хорошее Мне Если вы Хотите Сказать Не какую-то Гадость Что-то Неприятное Вы Обязаны Обращаться Ко мне На вы Потому что Вы Никем Не являетесь Для меня И не имеете Права Со мной В таком Контексте Разговаривать Крис А где ты Работаешь А что Сегодня За шквал Такой Вопросов А где Работаешь Ты А где Работает Муж А что ты такая Сука К Маше Плохо Относишься Что сегодня Такое Можно Какие-то Другие Вопросы Не касающиеся Денег Работы Семейных Отношений Какие сейчас Сериал Смотрите Я сейчас Жду Щербет Когда выйдет Сентябрь Я смотрю Совершенно Другой Но Честно Могу Сказать Нет Такого Чтобы Прям Чтобы Меня Прям Вот Как-то Сильно Затянуло Нет Такого Ну Неплохой Но И Невал Ничего Плохого Не Сказала Ну Как-то Я считаю Что это Лютая Провокация Как-то Вы не Сказали Ничего Плохого Я считаю Что это Лютая Провокация Потому Что На Каких Основаниях Вы Решили Что Я К Маше Плохо Отношусь Я Не Понимаю Сейчас Жаратрограмм Меркурий Так Не Обращай Внимание Хорошо Почему Не Приезжают К вам Маша В гости Мама Они Приезжали Как Моя Девочка Летит Посмотрите Вот Она Мама Обнимает Как Мама Обнимает Дотенька Моя Дотенька Добой Моя Собака Так Я Кстати Могу Посидеть Прямо 15 Минут Точнее Надо Идти Собираться Совет Очень Крутой На Иве Запретный Плод Мне Кажется Я Как будто Смотрела Его Это Турецкий Ничего Плохого Не хотела Просто Может Чем-то Интересным Занимаешься Ну Девчонки Ну Давайте Так Основная Моя Работа Это Мой Ребенок Это Мой Ребенок Мой Ребенок Не Сам Себе Предоставлен Он Не Бегает Во Дворе Он Не Сидит В садике Целыми Днями У Меня Ребенок Очень Хорошо Развивается Как В Спортивном Направлении Так И В Образовательном Направлении У Нас 2-3 Вида Тренировок В зависимости От Года Времени Года И Состояния Здоровья В Образовательном Направлении У нас Также Два Направления У нас Есть Бэйби Клуб И у Нас Есть Репетитор И То есть Давайте Почитаем То есть У нас В неделю Три Футбола 2-3 Тенниса И Еще Когда-то Там Бывает Плавание То есть Это 6 6 6 8 Тренировок Спортивных На что Нужно Время Это То есть Собраться Ребенка Накормить Одеть Помыть Отвести Его На тренировку Посидеть Там Время Да Там Час Тренировочка Там Нужно Ребеночка Отвезти Домой Чтобы Он Покушал Правильно Он же Не сам Себе Предоставлен Он же Не бегает Во дворе У меня Он же Не сорняк Он же Приехать Домой А у нас Все Тренировочки В городе То есть Соответственно Мы Едем Домой Кушаем Отдыхаем Санечка Ты моя Любовь Ты моя Любовь Ты моя Душа Ты моя Собака Ты моя Ты моя Девочка Не отвлекай Меня А вот Далее Мы отдыхаем Какое-то Время Всегда По-разному И Выдвигаемся Дальше На другую Или тренировку Или Бэйби Клуб В другие Дни Там Утром Репетитор Тренировка Бэйби Клуб Когда Я должна Ходить На работу У меня Нет Такого Что Я прям Хожу На какую-то Работу У меня Просто нет На это Времени Серьезно Ну Можно Конечно Все это Организовать Если это Нанять Какого-то Водителя Нанять Какую-то Няню Которая Будет Заниматься Ребенком Его Досугом Поэтому Прежде всего Я мама Прежде всего Я мама И Которая Хочет Чтоб Ребенок Был Развитый Очень Развитый На это Все Нужно Время Девочки Поэтому Вот Где Моя Душа Моя Собачка Все Собачка У меня Есть У нас Еще Собачка Есть Вот Надеюсь Я исчерпывающе Ответила На ваш Вопрос И вам Предельно Понятно Сейчас Я почему Кстати Сижу Свободно Дома Потому что Мы Опять Вернулись В сад Потому что Нужно Какое-то Социальное Общение Потому что Ребенок В таком Ритме Тренировок Занятий Находится В принципе Практически То есть Это только Футбол Общение С детьми В основном Везде он Один И со мной Ребенку Этого Категорически Нельзя Любому Вообще Ему Нужен Социум Нужно Общение Поэтому Мы решили Что мы Будем Ходить До Обеда В сад То есть Сад Вот у меня Теперь будет Часа четыре Свободных Это просто Сегодня Нам поздно Поставили Одну тренировку У нас сегодня Лайтовый Разгрузочный День У нас сегодня Только вечером Тренировка Поэтому Он сегодня В садике Вот До Ужина Находится Вот Поэтому Я не могу Ты так Смотришь На меня Просто Ты моя Доченька Моя Дочь Моя Дочь Моя Собака Да Ты моя Лосточка Моя Любовь Ты так Любишь Маму И мама Любит Тебя Очень Сильно Ты моя Собачка Ты моя Семеночка Вот Дальше Следующий вопрос Крис Каким кремом Пользуешься Каждый день Да Наверное Вот реально Сейчас это Никаким Не пользуюсь Только вот Для рук Кристин С подружками Часто встречаетесь Общайте С девочкой Из Уфа И с девочкой Из Уфа Мы больше Не общаемся С подружками Я практически Не встречаюсь Я по-моему В предыдущем эфире Рассказывала Смотрите Как она сидит Рассказывала Что у меня Сейчас такой период Что я не хочу Практически Ни с кем Видеться Мне не охота Ни ничего Не хочу Я практически Ни с кем Не вижусь Не общаюсь Ни практически Ни с кем Не вижусь Не общаюсь То есть Если только Это прям Вот какое-то Дело А что просто Вот на лайте Пойти Половиться С подружками Я просто Опять же На это Нету времени И я Не могу Сказать Что я От этого Дико Страдаю Что Мне что-то Не хватает Нет У меня Все Хорошо Говорят Мерт Расстался С афрой Вместо С иран Будет Другая Героиня Ничего Страшного Кристина Скажите Какой Цене Купили Щенка 60 тысяч Рублей Да Тут уже Там интриги Красивый Блядь Кристина Лесницы Делаешь Еще Да Вот сейчас У меня Есть Но они Такие Прямо Очень Легенькие Я делаю Коричневые Делаю Полтора Вот на Лето Делаю Более Длинные Чтобы Было Чуть Поярче Хорошая Семья И Моя Прекрасная Жизнь Моя Прекрасная Жизнь Моя Прекрасная Нянеца Распомнила Крис Привет Как думаешь Стоит Смотреть Черную Любовь Зная Там Зная Конец Тем более Он так Давно Вышел Это Классный Сериал Я Мой Вообще Турецкий Путь Начался С этого Сериала Вот Не Устанешь От Этого Так От Чего От Того Что Не Общаюсь С Подружками Думаю Нет Ну Захочу Буду Общаться Не Захочу Не Буду Общаться Я Же Не Рабыня Чья Правильно Собака Чувствует Что Ты Нервнич Нет Она Просто Очень Любеобильная Девочка Она Просто Очень Любеобильная Девочка Видите Ей Только Скажи Она Сразу Лезет Обниматься Она Очень Хорошая Мамина Девочка У всех Из детей Не пойму Этих Вопрос Видите Как Она Меня Любит Она Мамина Собака Она Мамина Девочка Мамина Дочь Мне иногда Бывает Заигрываюсь И беру На ручки Ее Укачу Аааа Аааа Вот Так Доченьку Укать Его И спать Так Много Говорю Что У меня Во рту Пересыхает Люди Работают Так С детьми Занимаются И на Различные Занятия Ходят Ну Если Вот Они Могут Ходить В таком Количественной Тренировке И еще Работать Ну Я Не знаю Значит Они Какие-то Роботы Потому Что Я Не Представляю Это Будет Издевательство Над Ребенком Значит То есть Это Когда Давайте По логике Работа Возьмем Стандартный Рабочий День Там С 10 До 6 Да Там Или Скольки Там То есть Кто-то Отводит Ребенка В садик Сам Идет На работу И вечером Забирает И ведет Скорее Сего На тренировку Сколько Ты там Тренировок Засунешь Одну Скорее Сего Только Одну Правильно И при этом Нужно Еще Приехать И Покушать Приготовить Дома Убраться Да То есть Жизни Для мамы Получается Совсем Нету Нет Я не Я не Такой Политики Я понимаю Что Что Я не Что 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 Есть Люди прям пошла и работала да ну зачем если у меня сейчас нет такой необходимости прям ходить на работу сидеть там зачем я мама спасибо мужа что есть такая возможность но не пахать так много допустим у нас нету такой возможности чтобы у нас был водитель который возил бы ребенка куда-то такой возможности у нас нету это даже дело невозможности мне муж уже говорил как-то хочешь давай возьмем водителя ему типа будь но я никогда в жизни своего ребенка не отправлю на весь день ездить какой-то чужой машине с кем-то не пойми кем я же все потом просто этого не прощу потому что никто лучше меня и безопаснее меня его конечно же никуда не отвезет понятно что бывают внешние факторы что всякое может произойти со стороны и не по моей вине но тем не менее не так спокойно меня есть вот такая возможность не возить самой ребенка поэтому я буду это делать сама до тех пор пока я считаю это нужно вот так а дальше будет писать что все так живут написали уже да господи как бы другие родители не водят своих детей на тренировки не занимаются у всех также как у вас я говорю если у вас таком количестве тренировки и они еще работают эти родители то это наверное какие-то не знаю невозможно все уместить так это просто невозможно я все читаю просто не хочу вслух кай пороть собачки нас чихуахуа как думаешь скорпионы рыбы совместимы ну конечно мы прекрасно с мужем живем чихуахуа саше не помирились нет и не планируем уже в обе окончательно выросли поняли что наши дороги просто в разные стороны расходятся тетя моя девочка тебе там неудобно лежать неудобно лучше запретного плода нет хочу клюх хотя люблю клюквенный дикий черный любовь красивая у сладок глаз ушей ваш эфир спасибо большое вам сколько месяцев шанику у вас вес у нее чихуахуа да у меня с нас чихуахуа шане будет 19 августа 5 месяцев вес у нее я не знаю сейчас честно не взвешивала последний раз мы были кило 300 или кило 200 100 месяцев сереженька не обижать собачку теперь каждое утро прогулка гулять нужно мы и выводим гулять во двор нас да девочка моя у тебя глазик грязный какой-то вот но я убираю все с этого пока мы его в одну как бы за пределы ворот мы не выходим потому что мы маленький еще всего боимся вот реально робот крис хотела бы личное свое дело интересно вкус верить себя видишь и не знаю в какой сфере что прям вот знаете есть картинка очень хочу быть самодостаточной зарабатывать свои деньги чтобы у меня все было при этом был любящий муж который меня бы обеспечил но при этом я хочу быть самостоятельной состоятельной женщиной но при этом хочу чтобы муж меня обеспечивал и могла не работать эта картинка про меня правильно и нужно жить свое удовольствие есть возможность а к водителю няне тогда не нужно будет а по-твоему мамы которые работают детьми не занимаются что ли бред я после работы на тренировке выходные на тренировке я не говорю что вы не занимаетесь в нр плохо слышать я вам говорю о том что у моего ребенка более загруженный график чем нежели например у вас потому что вы допустим отведете ребенка на одну тренировку после работы а я отведу его на две тренировки на развивающие занятия улавливаете о чем я говорю игра том что у меня у ребенка больше занятий больше чем у вас но я не говорю что вы не занимаетесь а почему это говорю потому что это логично что чисто физически если вы находитесь на работе и у вас нету водителя никакого то вы не сможете отвести его в один день более чем на одну тренировку понятно или как-то еще нужно разжевать я выбираю для своего ребенка больше спорта больше каких-то там ну узкопрофильных направлений например вот и все у меня есть на то возможность я это делаю если вы не хотите вы можете не делать у вас нет допустим возможности тоже неплохо я же не я же там не хвалюсь не никого-то принижаю не это просто вам объясняю что у нас у ребенка очень загруженный график вот и все это не понимаю просто иметь работу например за зарплаты 30-40 тысяч но ты же главное раза ты же главное разовешь а то что это не несет никакого смысла тратится пиздец сколько времени это всем пофиг но вот кто-то не понимает как классная семья вы просто обязаны родить еще ребенка очень хочу ну я честно мне нравятся колясочки я с ними фотографируюсь но нет 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 правда нам сейчас не нужно совершенно точно потому что сын пойдет школу я хочу больше уделять ему внимание и так далее к тому же он уже говорит что не хочет что типа вы будете меня меньше любить и так далее правда не хочу меня и собака девочка добренькая мне хватает девочки отстаньте от нее у них есть возможность путь будет как им удобно вот до колебали сегодня за есть плохая черта девочки правильно нужно проживать свою жизнь так как хочется не слушать что там действительно алиса хватит уже про себя ты такая кто-то другой зачем если есть возможность да может конечно почему женщина не может просто порадоваться за другую что у нее есть возможность не работать да будем честными если бы у всех была такая возможность тоже либо как рис спасибо что вы меня понимаете ну вот что прямо честно адекватно поддерживать потому что я просто иногда вот насколько пытаюсь сидеть крикно общаться кто-то просто не понимает давно эфир да нет мне кажется недолго мне кстати лучше с уже выходить потому что мне нужно собраться и ехать за сыночкой не все читаю просто не хочу слух потом удивляйтесь еще крис не выходит в эфир достали токсики криса на какой-то не сводишь серёжа большой да большой алена дочь вашего мужа чего сегодня stories у вас очень похож нет алена это алена это супруга двоюродного брата моего мужа но вы уже не первая кто сказали что у нас есть какое-то сходство при этом что там нету фейсапа даже маломальского потому что я сначала обработала кинула аленки она горит уберите пусть меня горит он тип этом на себя не похоже это можно я выложу вот так ну как бы она взяла в обычную необработанную фотку какой-то там цвет и эффект какой-то наложила и все я буду каши выкладываю чем не я там в целом не бы неплохая поэтому угры выкладывай и много кто написал что что похоже ксения празднуюсь некоторые развалили на себя ношу тащит не пойму то немного говорю то ли из того что хотя вся собака так сижу эти к водичке налью все ты смотришь как будто я ушла и оставила тебя навсегда нет конечно майду конечно док маме к маме вот видите отошла просто на секунду подошла она радуется как будто не видела меня весь день я не оправдываюсь я просто даю объяснение чтоб может кому-то было понятно может быть вот так объяснила кому-то стало понятно кто-то все равно остался при своей точке зрения казалось что вы надменная вы очень приятная девушка я слышу это всю жизнь всю жизнь прямо начиная со 15 лет я не знаю почему так возможно внешность одна внутренность другая хоть а рост раз мне небольшой 165 сантиметров моего тоже загружность большая мне его даже жалко хочется развивать и физ и умственный ну вот просто я вам говорю о том что когда мама работает и если нет помощников если нет помощников мы же говорим как про конкретно маму да то вы чисто физически не сможете дать ребенку больше чем 1 1 занятие в день мы даем больше чем одно занятие в день поэтому соответственно у меня нет возможности ходить на работу да и к тому же ну реально не или свое дело какое-то открывать а просто идти на зарплату там 30 40 50 60 тысяч рублей я не пойду это не те деньги ради которых я буду работать и не буду проводить должного времени своим ребенком просто ну потому что я понимаю что она того не стоит вот алена жена двоюродного брать сережу машин да блин мне все равно кажется что это похоже много кто так сказал садик нет недалеко дома прям 5-7 минут я уже давно рассказывал что это государственный сад что с бровями делаешь а ты перманент обваливаете перманент у мамочки обваливать обваливать у мамы перманент мою доченьку видите у меня какая вот аудитория она чуть что сразу меня защищает крис ты правда но сделала правда потом жизни кстати очень похож на вот 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 такой вот вот но вот такой а на камере почему-то вот такая же набили на не понимаю крис центре цитрин помогает от аллергии и не вызывает сонливости попробуйте да слушайте у меня в целом нормально мне не нужна вообще таблетка все хорошо мне не не нужно так юлечка привет пмс после родов стали легче или одинаково а вообще ничего не поменялось сохрани фир сохраню что делать если родители гонят на работу а я хочу работать на себя массажистом так вы же работаете на кого вас они работу гонят конец попала на эфир но мы сейчас уже придется к сожалению уйти потому что мне осталось уже 20 минут я планировала выйти в 30 уйти в 30 минут уже 37 вот не слушай никого положиться на свое сердце все верно дочек дочь дочь моя тим ты в мамочке любишь да сказать ясно как сильно ты любишь маму покажи вот так вот так ты моя умница смотрите она очень умная собака вот так сильно любишь маму да вот так вот так сильно очень очень мамочку любим и очень ручки у так целую маме ручки маме целуем планируется на отдых куда-то возможно осенью зимой пока пока ничего такого конкретного нету надо закончить курсы массажиста ну заканчивайте скажите я если вам им так будет легче скажите окей я ищу работу хожу по собеседованию мне пока ничего не нравится покажи свою косметику не сейчас совершенно точно тоже я уже опаздываю вот мне же нужно уходить нажать чуть-чуть подкрасить так вздыхать тяжело потому что не хочешь чтобы я уходила да скажи тесно скажи маме тесно кази мама я тебя очень люблю не хочу чтобы ты уходила мою мама ладно давайте мы будем просятся до санечка будем просятся со всеми сша не ты вот мне когда когтями по груди делаешь мне потом царапки остаются красные нет это будет очень долго если буду красить с вами скажите будете оставлять собаку дом когда на уток пусть конечно а с с кем с бабушкой конечно вот поэтому я всех вас обнимаю даже тех кто чем-то там был недоволен главное чтобы я была довольна и вы тоже были довольны поэтому я всех обнимаю всем желаю прекрасного вечера окончания рабочего дня или просто вечера до санечка мы всех скази целуем желаем всем прекрасного настроения вот моя мамочка к нам вообще в гости не приезжай потому что у нее там целый свой зверинец вот все всех целую всех обнимаю всем пока все